Гидроферапия, которую мы будем сейчас вам показывать. Уданем пару слов. Процедура влажного оберзывания состоит в заворачивании, я тут читаю, пациента в простое, смоченную холодной воде. Немедленно, немедленно после этого пациента оберзывают в азиям. При этом усиливается травообращение и закрывается кожный покров. Смотрите, усиливается кровообращение и согревается кожный покров. То есть любые заболевания, которые нужны для усиления кровообращения, можно это использовать. В тех случаях, когда пациент ранее ослаблится и не реагирует на холод, вместо влажной кожи можно использовать сухую. И показать, то есть для чего? В стадии охлаждения используются как жаропонижающие средства. То есть при высокой температуре. Он ядр использовал. Нейтральное ставление как средство против бессонницы, маниатального синдрома, белый и горячий, возбужденного состояния, нервное истощение, нервное расстройство, гипоксия, это когда кислород недостаточно. Заметим, что при гипоксии применять ягодами следует, конечно, осторожнее. Стадии нагревания и потения как средства против алкогольного, никотином островления, базах, аромхита, насморка, гриппа, желтухи, боли, стерлатины, стрипи, а также средства, понижающих температуру тела, при болезненном прорезке зубов. Дело в том, что в двери охлаждения выводятся токсины. Я еще обратила внимание, когда у меня маленький был сын, и я ему прахнули полный рот, у меня на ноги делала локольфы, они пахнут в момент пол, после того, как я ему одевалась, падала температура, и вот пахнут, у этого они ничем не пахнут. То есть выводят токсины. Зачем хорошо? Усиливается кровопрощение, и вот все вот ненужное выводится из организма, утягивается кровава. Эти простыням. Поэтому, когда вы болеете, вот температура, при ковиде, действительно, когда я гордовалась, становилось так приятно, так хорошо, потому что так сильно выводится. Поэтому вот эти, что мы прочитали, они сильно на основе того, что выводится ненужное из организма. Хорошо. Теперь давайте мы придем к практике, да? Слышали меня после микрофона? Нет, не слышу. Слышу. Давайте подержим. Да. Смотрите. В принципе, всех, вот этих всех укутываний, мы покажем вам сегодня несколько их, это самое распространенное заболевание. Один и то же. Нужно. Очень холодное простынь. Можете записать. Температура воды от 3 до 10 градусов, скажем, так, в которой вы будете замачивать простыни. Простынь желательно весь вернуть. Так что мы из Советского Союза, у нас есть старые все простыни, у меня тоже все они уже вырублены, но вот эти простыни годятся. Можете заменять. И дальше нужно герметически упаковать человек в этот простынь. Повязки, он будет просто от 3 до 10 градусов, не выше, потому что эффекта не будет такого. Только, считай, ослабленные, очень ослабленные люди, можно температуру увеличить. Для нормального человека такая температура. И это эффект очень быстрого согревания и нежного розыскножения. Давайте я буду вам показывать. Сначала мы сделаем эта процедура, называется «Испанский плащ». Сейчас мы ее покажем. Слышно вам или нет? Слышно хорошо. Нет. Не слышно? Но она плохо слышит вообще. Эта процедура называется «Испанский плащ». Мы ее покажем в двух видах. Сначала я покажу, как можно делать его в самом деле как плащом. Но если у вас двух нет плаща, а чаще всего вы их не шьете специально, можно использовать простыни. Поэтому давайте покажу вам с плаща. Кто у нас пробует? Давай я. Ты. Хорошо. Вот это... Нам нужно для этой процедуры иметь два таких плаща, да? Или же две простыни. Вот мы такой старый простынь и шили такой плащ.